Человеческие расы Человеческие расы — это исторически сложившиеся группы популяций людей. Мы привыкли видеть иные расы в разных континентах нашей планеты, и это абсолютно нормально. В современном человечестве выделяются три основные расы. Европеоидную, монголоидную и негроидную — это большие группы людей, отличающиеся некоторыми физическими признаками, например, чертами лица, цветом кожи, глаз и волос. Удивительно, но для каждой расы характерно единство происхождения и формирования на определенной территории. К европеоидной расе относится коренное население Европы, Южной Азии и Северной Африки. Европеоиды характеризуются узким лицом, сильно выступающим носом и мягкими волосами. Цвет кожи у северных европеоидов светлый, у южных — преимущественно смуглый. К монголоидной расе относятся коренное население Центральной и Восточной Азии, Индонезии и Сибири. Монголоиды отличаются крупным, плоским, широким лицом, разрезом глаз, жесткими, прямыми волосами и смуглым цветом кожи. В негройской расе выделяют две ветви — африканскую и австралийскую. Для негройской расы характерный темный цвет кожи, курчавые волосы, темные глаза, широкий плоский нос и огромные бицепсы. Но почему же мы вообще об этом говорим? Потому что вполне возможно существование еще одной расы, которая веками жила бы на какой-нибудь планете, например, на Марс. Поэтому, согласно традиции, назовем эту часть расы марсоноиды, чтобы не так сильно отличались от остальных. Но неужели местоположение групп людей может так сильно повлиять на их внешность? Да, вполне. Процесс возникновения и становления человеческих рас называется расогенезом. Факторами расогенеза является естественный отбор, мутации, изоляция и смешение популяций. Наибольшее значение, особенно на ранних стадиях формирования рас, играл естественный отбор. Он способствовал сохранению и распространению в популяциях адаптивных признаков, повышавших жизнеспособность людей в определенных условиях. Например, такой расовый признак, как цвет кожи, является приспособленным к условиям обитания. Действие естественного отбора в данном случае объясняется связью между солнечным освещением и синтезом противорахитного витамина D, который необходим для поддержания в организме баланса кальция. Избыток этого витамина способствует накапливанию кальция в костях, делая их более хрупкими. Недостаток же ведет к ненормальному, опять же, развитию костей. В то же время, чем больше меланина в коже, тем меньше солнечной радиации проникает в организм. Светлая кожа способствует более глубокому прохождению солнечного света в ткани человека, стимулируя синтез витамина B в условиях недостатка солнечной радиации. Другой пример – это выступающий нос у европеоидов, который на самом деле удлиняет носоглоточный путь, что способствует нагреванию холодного воздуха и защищает от переохлаждения гортань и легких. И напротив, очень широкий и плоский нос, как у чернокожих людей, способствует большей теплодаче. Что касается монголоидной расы и ее подклассов, без сомнений, выделяется среди остальных разрезом глаз. Узкую форму глаз народов восточной половине Азии придает особое строение век, прежде всего наличие дополнительной складки верхнего века – эпикантус. Традиционная версия гласит, что это приспособление к жизни в сухих степях и полупустынях, где необходима защита глаз от пыли, песка и снега, а также от яркого солнца. Косвенно это подтверждает наличием похожей складки у аборигенов южноафриканских пустынь. Но пока нет свидетельств, что монголоидная раса формировалась именно в степях и полупустынях. В любом случае, все перечисленные изменения формировались на протяжении сотен и даже тысячи лет на разных континентах нашей планеты. По сути, планета Земля в ее разных точках поменяла физические черты человека. Холод, ветер, жар, все погодные условия и даже атмосферное давление на протяжении поколений влияли на внешность человека. А что можно сказать о планете Марс? Условия жизни, как мы знаем, на Марсе не похожи на земные. Поэтому люди, которые переберутся на Красную планету, могут сильно изменяться. Настолько, что вы можете посчитать их представители другого мира. И не ошибетесь. Но стоит отметить, что у фантастов колонии на других планетах, например, на Марсе, люди часто выглядят весьма привлекательно. Они улыбаются и благодарят звездные кластеры за то, что им выпала такая честь – жить на планете Марс. Но следует учитывать, что Красная планета не такая гостеприимная, как хотелось бы. Нужно помнить об опасностях для здоровья. Пониженное тяготение может привести к потере костной и мышечной массы. И нежелательному повышению внутричерепного давления. А это, в свою очередь, грозит временными или хроническими проблемами со зрением. Космическая радиация провоцирует катаракту и повышает риск онкологических заболеваний. А бессонница и одиночество повышают психологический дискомфорт. Но не будем о грустном. Помним, что мы счастливые колонисты спостеров. Мы построили колонии и успешно прожили десятки лет. У нас есть супермаркеты, марсианский парк и колесо обозрения. Марсалоиды радостно увеличивают колонии и чудесным образом населяют Марс. Но считается, что поведение и внешность обитателей колонии изначальной численностью в несколько тысяч жителей изменится гораздо быстрее, чем на Земле. Всего-то за каких-то 300 лет. Представляете, 300 лет и планета Марс с ее особенностями создаст новую расу. С невероятными отличиями от Земля. Простой пример. Человек, который весит 100 килограмм на Земле, на Марсе будет весить всего 38 килограмм. Поэтому спустя всего два поколения кости людей, живущих на Марсе, станут более широкими, адаптируясь под эффекты марсианской гравитации, которая на 62% ниже, чем на Земле. В то же время пониженная гравитация сделает их более хрупкими, что в свою очередь, вероятно, приведет к серьезным проблемам с деторождением. Несмотря на большие марсианские просторы, людям придется жить в довольно сжатых и компактных жилищных условиях, что в свою очередь приведет к развитию миопии или близорукости. В качестве примера приведем некоторые виды рыб, которые, живя в тесных подводных пещерах, вообще утратили органы зрения. Кроме того, ученые ссылаются на исследования, выводы которых говорят о том, что у детей, чаще проводящих время дома, наблюдается повышенный риск развития близорукости. Следующий фактор – это радиация. Жители Красной планеты ежедневно будут подвергаться в 5000 раз более сильным дозам радиации, чем при обычной жизни на Земле. Само собой, это приведет к сильнейшим вспышкам раковых заболеваний. Но даже если у нас будет достойная защита, организм может ответить соответствующим образом, например, наделив людей новым пигментом кожи. Для сравнения, для противостояния ультрафиолетовым лучам здесь, на Земле, организм человека использует меланин. У других видов за это отвечают каротиноиды. Поэтому у жителей Марса со временем может развиться совершенно иной пигмент, который повысит их защиту от радиационного излучения. Расплатой станет другой цвет кожи, предположительно, цвет здоровой морковки. Дыхательная кровеносная система марсеноидов со временем тоже изменится, получив возможность более эффективно расходовать доступный кислород. Такие мутации уже наблюдаются у народов, например, живущих в области Тибетского Нагорья, где содержание кислорода на 40% ниже, чем его концентрация на уровне моря. В ответ на это, организм тибетцев развил более плотную сеть капилляров для более эффективного кровообращения. Кроме того, он способен расширять сосуды, чтобы эффективнее снабжать мышцы кислородом. На примере этих людей мы видим, на что способно тело человека. И это на самом деле впечатляет. Одно из самых быстрых, ожидаемых изменений в организмах людей, живущих на Марсе, станет практически полная потеря иммунной системы. Ведь в стерильной среде, без присутствия микроорганизмов, жителям может не потребоваться тело, способное бороться с патогенами. Но на самом деле это может быть не так уж и плохо, поскольку в этом есть реальная возможность искоренить болезни, о которых сейчас нет спасения. Все эти изменения произойдут относительно быстро на Красной планете, намного быстрее, чем на Земле. Высокий уровень радиации на Марсе и отсутствие у планеты магнитосферы, которая защищала бы людей от нее, быстро сделают свое дело. Если в обычном случае дети могут рождаться от 20 до 120 генетическими мутациями, то радиация Марса будет способна значительно увеличить эти цифры изменений в генах. Интересно и то, что некоторые отличия марсиан будут обусловлены тем, что первоначально на Красную планету прибудут нетипичные представители человечества, а люди, отличающиеся смелостью, склонностью к авантюризму и хорошей физической подготовкой. С немаловероятностью, эти черты унаследуют и большая часть потомков колонистов. Скорее всего, что уже по этой причине среднестатистический представитель Марса будет даже на первых порах значительно отличаться от обычного землянина. Как вы думаете, о каких людях идет речь? Итак, какой вывод мы можем сделать? Преображение человеческого тела в иных условиях жизни неизбежно. Спустя несколько поколений, предположительно, рост людей на Марсе увеличится до 3 метров, а глаза станут намного крупнее. Ну, не прям как у пришельца, но больше. Цвет волос будет обесцвечен. Тип кожи станет более гладким и, да, морковного цвета. Осанка Марсеноида сменится на более подходящими для условий низкого тяготения. Определенно, с такими красными человечками стоит подружиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok